Чтобы применить дательный падеж в речи, вам нужно сначала определить, какой род у существительного – мужской, женский или средний. Исходя из этого, задать вопрос – кому или чему? После этого выбрать правильное окончание. И всё, вы справились. Я приведу вам пример, а вы попробуйте определить адресата и поставить правильное окончание. Я рад весна. Попробуйте сами поменять слово в дательном падеже. Определяем род. Весна – очень похоже на женский род. Весна – это одушевлённое существительное? Оно живое? Нет. Это не одушевлённое существительное. Значит, я рад чему? Мы задаём вопрос «чему?». Чему я рад? Дальше. На женский род. Весна. Значит, мы меняем «а» на «е». Я очень рад весне. Я очень рад весне. И ещё один пример для вашей практики. Мама разрешает дочка есть шоколад. Дочка стоит в начальной форме. Вам нужно поменять слово в дательном падеже. Для начала мы определяем род. Дочка – это женский род. Как минимум, мы видим в конце букву «а» дочка, что уже нам в большинстве случаях говорит о женском роде. Вопрос. Дочка – это одушевлённое существительное? Она живая? Да, она живая. Это дочка. Да, это одушевлённое существительное. Она живая. В женском роде дательного падежа мы меняем «а» на «е». Мама разрешает дочке. Дочке есть шоколад. Мама разрешает дочке есть шоколад. Всё просто. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваш лайк и писать любые ваши комментарии. Все их я очень жду. Спасибо за ваш просмотр. Желаю вам отличной недели. Хорошо отдохните. Сейчас лето. Вам нужно набраться сил перед зимой. Поэтому, пожалуйста, отдыхайте. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания.